Всем доброго дня! С вами консультант решения Верный РФ Сергей Маслёхин. Речь о проектах внутреннего туризма. В настоящий момент в правительстве обсуждается проект постановления о внесении изменений в госпрограмму развития туризма. Если юридически добавляется 10 приложение, модульные некапитальные средства размещения, и прекращает свое действие шестое приложение кемпинги-автокемпинги. Соответственно, что сперва о десятом приложении, что добавляется, потом что пропадает. Предполагается, что правительство будет компенсировать затраты инвестиционных проектов, которые создают до 15 модульных некапитальных средств размещения. Или же более 70 модульных некапитальных средств размещения на территории действующих капитальных коллективных средств размещения. Или имеющие общую обеспечивающую туристическую инфраструктуру. Что это означает? То есть модульный, что называется, лагерь до 15 единиц. Или, если уже есть капитальные коллективные средства размещения, то есть гостиница, например, отель, то можно доставить и более 70 вот этих самых палаток, модулей жилых кемпинга, автокемпинга. Или имеющие общую обеспечивающую туристическую инфраструктуру. В каком размере правительство собирается компенсировать? То есть это явно будет сумма бюджета больше, чем в шестом приложении, где было порядка 4 миллионов рублей. Здесь, если до 15 модульных средств и на одно модульное некапитальное средство размещения 1,5 миллиона, ну, фактически это речь идет о 22 миллионах рублей. Либо, если более 70, то это вплоть до 100 миллионов рублей, если 70 единиц. При этом правительство не будет компенсировать больше 50% от стоимости инвестпроекта. По шестому приложению было 70%. Сейчас размер уменьшается, доля уменьшается, но размер бюджета, лимит на одного заявителя увеличивается. Будет проводиться единый отбор на 2023-2024 годы. И результатом предоставления субсидии является количество созданных средств размещения после ввода в эксплуатацию. Естественно, будет приоритетное распределение субсидий бюджетом Донецко-Луганско-Народных Республик, Запорожьевский и Харсовский областей. Немножко из понятийного. Под инвестиционным проектом в 10-м приложении подразумевается комплекс мероприятий, который предполагает создание модульных некапитальных средств размещения и благоустройства, прилегающих к ним и территории, а также обеспечение электроснабжения, водоснабжения, водоотведения. Модульные некапитальные средства размещения – это быстро возводимая конструкция заводского производства, в том числе контейнерного типа, глэмпинги, оборудованные для круглогодичного, комфортного и безопасного пребывания туристов, оснащенные туалетом, умывальником и душем. Номер в модульном некапитальном сооружении – это одна или несколько жилых комнат-помещений, соединенных между собой в рамках одного модуля. Ну, естественно, объекты, обеспечивающие инфраструктуры – это необходимые для функционирования туризма на туристических территориях сети электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, связи, дно углубления, берегу укрепления, берегозащитные пляжеудерживающие сооружения, объекты благоустройства общественных городских пространств, очистные сооружения и подключение к ним. А туристическая инфраструктура – объекты общественного питания, объекты турпоказа и посещения, объекты торговли, ну и другие объекты, относящиеся к организациям, которые ведут деятельность по собирательной классификационной группировке видов экономической деятельности туризма. Этим же постановлением отменяется приложение 6 – кемпинги, автокемпинги, которое предусматривало создание модульных некапитальных средств размещения, то есть в этом плане изменений не происходит, их продолжают финансировать. Но не будет таких статей затрат, как создание объектов, создание кемпстоянок, приобретение кемпинговых палаток, приобретение оборудования, используемого для организации пребывания ночлега, обустройство жилой рекреационной зоны, оборудование самузлов, обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья, система визуальной информации и навигации. Но добавляется по сетям, по коммуникациям, по объектам. Соответственно, что все это значит? Это, конечно, не означает, что прекращается грантовая поддержка кемпингов, некапитальные средства размещения, они по-прежнему финансируются. Это означает, что теперь кемпинги и автокемпинги будут участвовать в общем конкурсном отборе. Если раньше у них был отдельный бюджет, отдельная программа, и, соответственно, в этой программе участвовали только кемпинги, автокемпинги и никто другой, то сейчас отдельного бюджета не будет, они будут участвовать в общем конкурсе за грант на финансирование. Соответственно, размер по десятому предложению, как я сказал, уже значительно больше. Ну и часть статей затрат, она, в принципе, перекочевала в эти приложения. Постановление правительства предполагает, что в 2023 году это еще останется, шестое приложение. Оно прекращает свое действие с 1 января 2024 года, то есть с 2024 года грантов на кемпинге автокемпинги не будет. А единый конкурсный отбор с 2023 на модуль некапитальные средства размещения будет проведен на 2 года сразу. Соответственно, под видео будет ссылочка, можно почитать проект документа. Обращайтесь за консультациями, разъяснениями, записывайтесь на наши вебинары. Сейчас как раз в апреле проходят вебинары по разъяснению условий программ Ростуризма и Минэкономразвития, грантовая поддержка кемпингов, автокемпингов, оборудований, бассейнов, пляжей, агротуризм и так далее. Успехов вам! Реализуйте свои проекты, платежеспособных, довольных туристов вам побольше. Организуйте цивилизованные места отдыха, размещения. Природа России располагает к этому. С вами был консультант решения Верной РФ Сергей Маслюхин. Удачи!